Добрый день всем любителям стратегии в реальном времени, у микрофона Хью, мы с вами продолжаем играть в Age of Mythology Retold на максимальном уровне сложности Титан. У нас на очереди 18 задание под названием Вдали от дома, и это первое задание, которое я уже не могу пройти 2 часа, то есть да, действительно, наконец-то я добрался именно до того задания, которое вот мне с первого раза не дается. Даже не далось оно мне, условно говоря, спустя там 20-30 минут игры, перезагрузки и, собственно говоря, перестройки моей, собственно, стратегии на игру и прочего. Да, не помогло это никак, и вот я 2 часа бился, у меня ничего не получилось, не получалось, не знаю, получится ли сейчас. Тут, кстати говоря, пока я 2 дня по часу пытался пройти задание, на третий день вышел какой-то патч на игру первый. Я уж не знаю, были ли внесены изменения в это задание, но будет, конечно, интересно посмотреть, насколько будет проще или, наоборот, так же плюс-минус проходить его. Но задание реально сложное, задание реально сложное, сейчас попробуем его пройти, у меня есть пару идей, как и что сделать. Ну, кстати говоря, да, пока я 2 часа пытался играть, я наконец-то, условно говоря, прочувствовал, как надо правильно играть за египтян. То есть я там старался как-то в экономику вкладываться очень хорошо, пытался понять, как лучше развиваться, что работает, что не работает. Вот, в принципе, за 2 часа хоть какие-то там знания как-то вот я получил, можно сказать. Ладно, давайте про задание, потом я буду, это даже немножко, наверное, как гайд получится, такой полу-гайд. Ну, посмотрим. Ладно, Херон и его новые союзники должны добыть третью часть тела Осириса, спрятанную в могучем Тамариске. Тамариске, я вот третий раз читаю это слово, я так и не посмотрю, как правильно оно произносится. Ну, это дерево. Это именно дерево? К северу отсюда, на речном берегу, произрастает великий Тамариск. В его стволе мы найдем голову Осириса. Херон, там какие-то войны. Я Ньордсир, мы преследуем Одноглазого. Мы идем по его следу из самого Мидгарда. Одноглазый? Гаргаренсис? Циклоп? Да, он объединил великанов на севере. Теперь большая часть Мидгарда превратилась в уины. Нас послали за ним в надежде предотвратить Рагнарёк. Рагнарёк? Да, конец света. Так вы видели Одноглазого? Он здесь. Мы тоже сражаемся против него. Присоединитесь к нам. Добро. Так, ну и вот, собственно говоря, смотрите. Да, во-первых, нам впервые дают поиграть за скандинавов. Вот. Великий Ярл. Тяжёлый всадник-налётчик. Я, кстати говоря, так и не смотрел. Против стрелков фасадных орудий. Так, подожди. Тихо, тихо, тихо. Так, а это элитная тяжёлая коньцев. Хина против воинов и людей. Гляди, это разведчик. Следуй за ним до лагеря. Может, они нам чем помогут. Так вот, смотрите. Вот, собственно говоря, находится вот это дерево. Его нам нужно срубить. Вот здесь находится наша будущая база. Которую, собственно говоря, мы будем обустраивать. Тут, получается, у нас карта разделена таким каньоном. Тут есть четыре входа. На нашу территорию, условно говоря. Вот. Потом, что здесь ещё? Здесь очень сложно с ресурсами. То есть, здесь золото находится вот в правом углу. И здесь золото находится в левом углу. Проблема правого золота, естественно, то, что оно далеко от наших крестьян, от нашей базы. Проблема левого золота заключается в том, что его защищают мумии. Здесь есть, короче, три храма с мумиями. Вот. Которые периодически будут на нас нападать. Пока мы эти храмы, собственно говоря, не уничтожим. Когда мы эти храмы уничтожим, то мумии перестанут на нас нападать. И при этом, что еще важно, противник здесь очень жесткий, то есть он практически с самых первых минут будет атаковать, его сила будет расти, и насколько я понимаю, в чем разница сложности игры, то есть вот мы играем на Титане, да, на максималке, мы с вами находимся во второй эпохе. Если бы мы выбрали более низкие уровни сложности, мы бы сразу же стартовали бы в третьей эпохе вместе с нашим соперником, соперник сразу же в третьей эпохе стартует, у него сразу же раскачанная экономика, то есть в четвертую эпоху он довольно бодро переходит, вот, и он потом просто уничтожает тебя как бы вообще на раз-два, вот, ну, давайте попробуем, у меня есть идея, как это все дело пройти, идея заключается в чем? Быстрый переход в третью эпоху, то есть вот сейчас вот мы подходим к центру, у нас есть золото, мы покупаем еду, нам нужно 800 еды будет купить, сразу же прожимаем переход в третью эпоху, затем, затем что делаем? Затем идем уничтожать вот эти два храма рядом с нами, с мумиями, потому что они нам будут мешать, потому что периодически оттуда будут приходить мумии, они будут терзать нашу базу, мне это не нужно. Плюс, естественно, мы освобождаем ближайшее золото к себе, да, то есть поток золота все равно нам нужно будет получать. Вот, что еще, а затем, когда мы в третью эпоху перейдем, у нас же там появится транспортная птичка, и мы в принципе можем построить сразу же там эти, не могу сейчас посмотреть, ну ладно. Можем сразу же построить осадное орудие, и просто с помощью птицы полететь, короче, и высаживать. Вот я знаю, что здесь вот есть, короче говоря, крепость у них какая-то, здесь вот у них где-то база, по-моему, должна быть. Ну, я просто пробегал, условно говоря, конницы, там смотрел, что там у них есть, и вот база у них еще вот здесь вот где-то. То есть, в принципе, можно попробовать залететь туда птицей с осадкой, осадку быстро высаживать, осадка разрушает быстро здание, мы с вами засаживаемся обратно, и как бы улетаем, тем самым мы ему как бы немножко производство подпортим. Я не знаю, получится это или нет, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, получится это у нас или нет. Все, сразу же переходим. Да, вот видите, нам нужно именно в Сабека перейти, потому что вот он, Рух, он является летающим транспортом. Вот, собственно говоря, я через него и пытался играть, через Сахмета я не пытался играть. Вот, сразу же здесь переход. Сразу же войска берем. Так, вот эти втроем, раз, два, три, начинают еду делать. Здесь мы, короче, делаем вот так. Вот так. Статуя. Все, здесь мы идем. Жреца и Хирона. Мы отправляем вперед. Да где ты? Это будет Ctrl-1 у нас. Это будет Ctrl-2. Все, они начинают... Нашему лагерю угрожают мумии. Разрешите уничтожить гробницы и пустыни, тогда нашествие прекратится. Ой, не то немножко. Блин, убили. блин фиговая здесь разыграл чёрт чё-то чё-то фигово да да знаете чё давайте-ка начали сначала сделаем надо сохраняться на самом деле почаще вот сразу же фигню сделал то есть надо еще знаете что сделать надо еще заказать жрецов побольше потому что они очень хорошо вылечивают войска носов ну ты надо этим заняться короче говоря начинаем я продал слишком я зажал shift короче продал очень слишком много золота можно было один раз жмякнуть и все мы получилось ладно ладно сейчас я соберусь я соберусь все будет нормально и и так идем сохраняться сразу же короче говоря так у нас а я уже тут даже да у меня тут реально было много сохранений в эти египетскую силу 26 я буду сохранять чтоб не путаться в сохранениях так и сразу же до этих ящиков мисс это науком сикаут от и строй здесь тунж и на дезерту таксу и стоп Фигово фигово я тут всё разыгрываю контроля не хватает давайте заново контроля здесь вот реально это задание она сложена с точки зрения таймингов микроконтроля тебя требуется что вот вот эти вот все войска по-хорошему который сейчас у нас вот есть их ни в коем случае нельзя потерять вот просто забудьте о том что у вас должны тут какие-то потери произойти маме страта на окон seek out and destroy these tombs in the desert and the attacks will stop да блин я правда не понимаю почему сейчас у меня что-то не проходит по-нормальному здесь раскидать все так сразу же дозаказываемся сразу же создаю осадку нет фигня какая-то не понимаю я вот реально у меня получалось зачистить вот это все просто как бы ничего не не потеряв вот эту армию изначальную которая вот у меня там есть я не понимаю почему часто нельзя это сделать как не получается почему не выходит маме страты науком seek out and destroy these tombs in the desert and the attacks will stop короче вот так вот действуем немножко выглядит тупо так я рынок построил вот идиот-то господи блин да что такое почему что с этим заданием случилось почему стало все так сложно и около маны я правда не понимаю вот вот серьезно вот уже тысячу раз говорил тысячу раз повторюсь играешь первый раз пытаешься там сделать какие-то штуки у тебя все вообще отлично получается то есть вообще без проблем каких-либо потом хочешь повторить это сделать получше но тут пока подождем кстати да вот этого я забыл взять с собой лол в этом была вся проблема вот два на 2 на 2 она 1 2 2 в 2 и Так, переход произошел. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, в птичку сразу садимся Обратно давайте 27 Пусть будет точка 1 Сохранить Птичка летит дальше Все, здесь все зачистили, возвращаемся на базу Скажем так Так, тут у нас золота уже не хватает, поэтому да, давай Так, вот этого дядьку туда отправляем Этих на золота Так, птица летит дальше Ааааааааааааааа Вот эти мы, скажем так, немножко потихонечку начинаем им выбивать Все, что у них есть Так, можно еще вот такие штуки сделать Так Да, кстати, что-то я забыл Так, спасибо за просмотр! Так, спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Так, тут вот лесок закончился Продолжаем там разбивать все, что можем разбить Так Ой-ой-ой, что-то я прямо аж дрожу Адреналинчик-то пошел Ух, хорошо Так, пока Ага, вот видите Нам пришли Да, вот видите И вот они встали Вот что самое-то любопытное Так, это вот скорость Так, птица у меня там погибла в итоге где-то Так, вот этот, кстати, наверное, давайте дар control 3 Молится идет Так, тут у меня не хватает Вот и все То есть на самом-то деле Проблема-то была вот в этом То есть он Если ему не давать как бы развиваться Он как бы будет Ну У него как бы немножко тормозим И нам будет полегче А потом уже можно Так, стоимость подготовки мифических созданий Снижена Это хорошо Так, здесь дособирали лес Видите, он все равно как бы атакует Остальные Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует так у нас вот здесь вот есть релик прочность построек то есть видите вот такой вот врыв осадка и вот вообще вот половину наших проблем вообще снял я гарантирую я вам это гарантирую птица выжила так так давайте-ка я сделаю еще сохранение вот сейчас вот наверное вам кажется что это все легко но блин я реально к этому дошел только спустя два часа что блин у меня есть птицы у меня есть осадка почему мне мне бы не попробовать такой способ прохождения реально вообще просто тихо стало то есть вот если бы мы это не сделали он реально он то есть он постоянно бы атаковал на сейчас вот к нам приходят но это видимо все-таки два разных тут игрока я так предполагаю и вот одного можно сказать я сразу же вывел из игры то есть он нам вообще не мешает так-то и это реально здорово так я знаю куда вы сейчас пойдете лес рубить вот сюда так не забываем про прокачку всего и вся это все очень важно так ну вот видите он переход уже поражал гриф и 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 Все-таки их тут, видимо, двое. Я так предполагаю. Я так предполагаю, что их все-таки двое противников. Я так предполагаю. Я так предполагаю. Я так предполагаю. Я так предполагаю. Так, давай здесь сделаем сохранение. Да, вот сейчас был, конечно, болезненный удар по мне. Сейчас бы, на самом деле, на экономику бы как-то сориентироваться. Вот это вот все. Мне кажется, у нас в этом плане большие проблемы. Хотя золото качается. Дерево даже качается. Я так предполагаю. Так, вот здесь, кстати, еще одна база. Это на будущее нам. Ой, блин. 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 И ты готова Иди 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 Он меня сейчас, конечно, сильно задержал И снес мне базу, но Да, реально Тут, короче, по ощущениям два противника Ну, компьютера, то есть Вот одного я выбил, а второй вот набрал силы И как бы это не очень хорошо Но пока Как бы терпимо для меня Так, храм нужно восстановить обязательно Так, мы летим дальше Блин Серьезно? Ой, ладно, короче Можно было, конечно, загрузиться Наверное Святой Галяк Так, ну, естественно, птица не долетела Так, мне, да Нужны еще жрецы, чтобы они молились Вот на вот эти статуи А еще так-то мы можем Еще такую статую построить Грек Так, хорошо Так, дорогие друзья Давайте продолжим Мне пришлось прерываться Так, хорошо Так, хорошо Кстати, а здесь делается А, вот здесь он делается А, вот здесь он делается Кирсон А, вот здесь он делается Так, хорошо Так, хорошо Так, хорошо Так, хорошо И сейчас он делается уже молятся да так чем не хватает веса так тут у нас золото все собрали пойдем вот сюда собирать я этот момент видите тоже провтыкал так еще у нас очередной в домов тык он больше мне не даст его делать да блин вот эта проблема постоянно что их нельзя короче отделить так сколько в тебя может залезть 20 и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, птица-то почему не улетела-то еще? Субтитры делал DimaTorzok Да куда же ты пошел-то, придурок-то, господи? Девотина-то ты тупая Ну господи, ну что я за... Ай, блин, вот этот мой микроконтроль просто меня убивает Я ничего не успеваю в этой игре Так, ну что, грузимся? Блин, ну это я так откачусь назад Ай, блин, ладно, давайте, не хочу Ну что это такое, ну блин, просто 10 этих осадок просто... Просто испарились Ну что это такое? Это хрень Кстати, микдолл можно поставить... Здесь вот пацан Здесь вот пацан Гэрэй, ю и эрэ Грэй, кэнць, 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 хру и атауит? Энвэд, инти ю А, так я еще здесь, когда-то не залетел, между прочим Ай Ай Смотрите, опять не доконтролил Ну ладно divided by Грэй Энтю Грэй Блин, он мне не дал эту штуку достроить. Борис. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, вот у меня разведку даже какую-то провел ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да ты тупая птица, что ж ты делаешь-то? Блин, придурок Говорю, высаживаю Пип, пип Чё пип-то, блин? Скажи по-русски, не могу сесть Нельзя сотворить здесь Так, ладно, наверное, всё-таки я Надо подождать их атаки И вот это ещё до сих пор не прокачано Потому что 300 еда нужна А у меня еды просто нету Что произойдёт? Грит Энита, я-о Энита 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok так ничего встали-то идите вы здесь убите так птицу вылечили вылечили это еще не прокачано обязательно прокачивать это 250 лет быстрее собивают золото способны выше унести давай так еще раз сейф делаем 27 и 8 7.8 ой 98 так на лес у меня тут нормально вышло так надо перейти в следующую эпоху для этого нужно 1000 еда я считать смогу как раз перейти только надо еду не тратить ни в коем случае давай 1000 еда да божечки кошечки что же так долго то очень бедная собирают пасцы какой-то трэш так все переход так и в кого будем переходить вот и мститель кстати неплохой помнится дал мститель неплохой против пехоты кстати говоря я чё заметил то что вот если бы я вот это все не уничтожил у нашего соперника к нам бы еще помимо скоробей в которых он отправляет к нам бы еще приходили бы слоны осадные а так сейчас слонов у него нету он видимо очень сильно страдает видите у него таки ну то есть но это я вам как бы рассказываю то есть до этого у него конечно у него тут были и слоны и скоробей то есть у него осадки очень много было и он сносил все здания я пытался от него стенками там как-то закрываться но это типа не помогало просто от слова совсем то есть как бы это было не работающая абсолютно история сейчас хоть от него отпинаться можно хоть от него можно отпинаться уже как бы жить стало лучше товарищей жить стало веселее мясо наберу что фронт держали короче вот это повыносим и наверное пойдем уже в центр его пробивать тихонько еще видите эпоху сменим перейдем нормально будет а у нас все у нас лимит у нас лимит поэтому 27 и 9 ставим сейф так летим сюда эти штуки у меня были не прокачаны все это время это время и как а это и и и и и и и а а полина 5 нет ну ладно пойдем его уже проще вынесем да и все так тут типа без лес собрали да кстати я могу еще дом оставить так то а нет мне там снесли дома то я их построить не могу их тупо построить не могу так еще вот этот можно дополнительный монумент ставить а вот здесь вот эти золото же где-то еще должно быть я помню вот здесь где то есть просто интересно будет ли там наш соперник его собирать ты все сейчас его армия очень легко как бы разносится так валивается довольно быстро каких-либо проблем особых а да смотри там есть но там кто-то сидит а кто там сидит ну-ка пойдем вот вот отсюда кстати говоря можно по ним попадать насколько я помню кто убил то понял они там войска да собирают так а пойдем тогда туда исходим в этом случае золото да нету грит даю так леса тоже особо как видите нету так и да так ну я Ай-Ай-Ай-Ай! Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-А технология не изучены так давай сохранимся тоже 28 28 египетская сила а Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну, вот как-то так. Проходится это задание. Но потратил я реально для этого понимания, что нужно использовать осадку в сочетании с птицей, с рухом. Только к третьему часу. Надо попробовать. Ну, вот я попробовал, и удалось. Всё, победа. Всё, победа, час десять. Ну, вот как-то так. Как-то так, да. Но реально, да, первое задание, которое мне показалось очень... Ну, то есть, его, не знаю, это надо... Может быть, его можно пройти как-нибудь... Скажем так. Как бы это выразить словами. Может, его можно пройти чисто на развитии. То есть, быстро развиться. Создать сильную экономику. И... Как бы просто перемасить противника. Но я так пробовал делать. Я пытался закрываться стенками. То есть, я кучу времени тратил непонятно на что. Оказалось, вот, что можно было сделать. Это ещё при том, что, видите, у меня не с первого раза получилось все здания ему производящие. Уничтожить. Ещё вот одну казарму, которая вот была справа, да, на золоте. Я её вообще просто пропустил. Не заметил. И они оттуда производили войска. Ну, да. То есть, вот с одной стороны, у противника на старте огромное преимущество. Да. Он тебя постоянно пушит. Он тебя постоянно, как бы, тебя откидывает назад. Но при этом он не восстанавливает свои здания производящие. То есть, ну, не то, чтобы это странно. Но когда, как бы, приходит понимание, как пройти это здание. То есть, оно становится очень лёгким. Вот. Но мне для этого понимания потребовалось два часа попыток. Первый час я пытался закрываться стенками. Второй час я пытался его обыграть экономически. Вот. И вот с зачисткой вот этих мумий. Чтоб они меня не трогали. Ну, вот. На третий час увидите. Я придумал третий вариант прохождения. Сработало? Сработало. Это приятно. Это хорошо. Ну, что ж, ладно. На сегодня это всё. Большое спасибо, что посмотрели. Не забывайте оценивать. Комментируйте видео. Подписывайтесь на канал, если ещё этого не сделали. Если вы оказались здесь первый раз, жмите на колокол, чтобы не пропускать выход следующих серий. Ссылку на плейлист с прохождением Age of Mythology Retold вы найдёте в описании под видео. Там же найдёте ссылочки на группу. Вконтакте и канал в Телеграм. И не забывайте становиться спонсорами моего канала. У микрофона был Хью. До новых встреч. Увидимся. И пока-пока.